Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем цикл бесед о людях со всей Украины, которые являются участниками команды Виктора Медведчука. Сегодня у нас в гостях создатель и руководитель Международного Центра, предприниматель, общественный деятель Юрий Шаман. Юрий Оставович, здравствуйте! Рады вас видеть. Вы создали Международный Центр. Скажите, как пришла такая идея вам и зачем он был создан? За свою жизнь я создал много каких-то центров и бизнес-структур. То есть у меня мой опыт позволяет и в настоящее время работать и, как говорится, представлять общественные организации в политической жизни Украины. В свое время я был соучредителем четырех политических партий Украины, ну, в многих проектах участвовал. Ну, вот в 2009 году я пришел к выводу, что надо создавать такие общественные организации, которые могут производить мониторинг, как политический, как финансовый, ну, разные виды работы, для того, чтобы помогать нашему обществу создавать гражданское общество. Это как раз та тема, которая нас и подтолкнула к сотрудничеству с украинским выбором Виктора Владимировича Медведчука. После того, как я ознакомился с манифестом украинского выбора и почитал его монографию о создании гражданского общества, я вот как раз и понял, что здесь мы можем и сотрудничать. Это была интересная работа, особенно когда идеи создания гражданского общества стали перекликаться с целями и идеями Майдана, когда люди начали проявлять свою гражданскую инициативу, и эта революция достоинства, как принято говорить, к сожалению, она переросла в такую стадию, которая сейчас сложилась в Украине. Это стадия реформ, стадия строительства именно нового государства, нового общества. Поэтому вот уже несколько лет наша организация сотрудничает с украинским выбором и активно участвует в разных мероприятиях. У нас есть филиалы в разных частях Украины, в разных областях. Поэтому мы видим перспективу в дальнейшей работе с украинским выбором, и наши цели неизменны. Вы сказали, что ваши общественные организации помогают созданию гражданского общества. Каким образом? Каким образом? В сознании людей. В том, что, к сожалению, за те годы, как Украина стала независимой, система отношений государства и населения, народа Украины, она мало изменилась с времен Советского Союза. И требование людей что-то делать, как это изменять. Потому что реформы у нас проходили чисто формально. Президенты сменялись, сменялись команды. Но вот на ваш вопрос, когда я лично обратил внимание на Виктора Владимировича, именно в тот момент, когда он возглавлял администрацию президента, он оказался эффективным политическим менеджером, который не допустил в 2004 году конфронтации и крови. И я считаю, что если бы Медведчук и его команда все-таки могла как-то влиять на те события, которые происходят в последние два года в Украине, и крови бы столько не было. И все-таки реформы начались быстрее. Но, как говорил наш первый президент, Майм Аташи Майм. Но перспектива дальнейшей работы есть. Я считаю, что, конечно, украинскому выбору не хватает того, что мы называем работу с людьми. Все-таки надо больше внимания, обращать внимание на привлечение общественной организации и людей к управлению государством. То есть, это и является созданием гражданского общества. Фраз произносится нашим руководителям государства очень много. Это и децентрализация, и экономические реформы. Но реальные шаги люди пока видят только в перспективе. А экономическая ситуация ухудшается, политические процессы, они идут своим путем. Есть война у нас, нет войны. То есть, много вопросов у людей возникает, на которые они сами пытаются найти ответы. К сожалению, вот я вижу роль украинского выбора и его команды, это в том, что подсказывать людям пути решения тех вопросов, которые перед ними возникают. Тех проблем, которые становятся перед людьми. Особенно, когда такая экономическая ситуация. Я думаю, что вот эта череда выборов, которая начинается за этой осенью, потому что эти выборы не первые, не последние будут. И выборы и Верховную Раду, и Президента, и принятие Конституции. То есть, у нас перспектива очень большая. Поэтому и роль общественности, и роль активистов, особенно на местах, в регионах Украины, очень важна. но хотелось бы более методической работы в этом плане, больше помощи регионам. Потому что Киев это такой центр не только государства, но и общественной, политической такой жизни. когда людям легче здесь разобраться, потому что есть источники информации, постоянно в Киеве какие-то акции политические, протесты происходят, а в регионах все гораздо хуже. Поэтому и мы видим свою роль в сотрудничестве с украинским выбором. это работа в регионах, это работа с людьми, это разъяснительная работа, это помощь в создании громад и общественного как бы мнения людей, которые они могут выразить на местах и донести до центра. Потому что те конституционные реформы, которые нас ожидают, очень многим непонятны. вот и то, что разные политические силы используют медиаресурсы в своих интересах, ну оно не улучшает ситуацию. Это конъюнктурщики, это популисты, как любят их называть. Людям от этого не легче. Вы так грустно сказали о предстоящих выборах. По вашему мнению, они что-то могут изменить в стране? Ну, дело в том, что, как говорят наши руководители государственные, это промежуточные выборы. То есть, эти выборы пройдут, а через год, через полтора нам опять надо по новой конституции выбирать опять новый состав. Потому что будет административная реформа, будут, как говорится, новые административные какие-то границы, одни районы будут создаваться, другие ликвидироваться. Людям это непонятно. И поэтому выборы назначены, они должны произойти согласно действующей конституции. А что будет в новой конституции, нам пока еще не разъяснили. Поэтому я думаю, что надо активно готовиться к предстоящим изменениям в нашей государственной системе. Это система народовластия, система создания настоящего гражданского общества. И тогда и в международном плане нас будет лучше воспринимать, потому что идея идти в Европу, Украина всегда была в Европе. Поэтому, как говорится, получается так, что мы призываем к тому, что уже имеем. Это непонятно, кстати, нашим зарубежным партнерам в Евросоюзе. А куда они, как говорится, извините за грубое слово, прутся? У них масса проблем, зачем Европе наши проблемы. Поэтому, пока мы не решим сами наших проблем, пока мы свою экономику не будем как говорится, заново создавать, а не ждать подачи как говорится, от Запада, от Америки, от России, никто Украину уважать не будет. Поэтому наша организация, она четко ведет цели и задачи, которые перед нами стоят. Что надо сделать, для того, чтобы общество и власть начали более эффективно сотрудничать друг с другом? Надо, чтобы власть не просто прислушалась каждому. Уже каждый наш президент говорит, мы услышим каждого. Но, к сожалению, этого не происходило. Поэтому, чем больше будет, как говорится, каких-то акций со стороны украинского выбора, действенных акций, то есть общения с людьми, с конкретными людьми, не просто так вот, как на политических шоу лидеров определенных движений приглашают и они с передачей передачей говорят одно и то же. Мы представляем народ, а народ не представлен. Выборы это все формальность. Последние выборы в Чернигеве показали, что это абсурд, а не выборы, когда за деньги покупаются голоса, за продуктовые наборы люди устраивают драки, и очереди, потому что они хотят хотя бы что-то получить, а пока только на выборах можно получить 100 гривен или продуктовый набор какой-то. И просто обещание. Вы сказали, что поддерживает Виктора Владимировича с 2004 года. На протяжении более чем 10 лет вы знакомы с манифестом движения. конечно. По вашему мнению, что должно быть первоочередным? Переочередное, что должны быть эффективные менеджеры. Проблема вот как бы того руководства государства, который сейчас при власти, что у них нет команды. Поэтому приглашаются иностранцы руководить министерствами, руководить. иностранцы они не понимают менталитета нашего народа. Они как бы не могут быть эффективными менеджерами, они могут быть эффектными менеджерами. Какие-то опять популистские решения, создание полиции, борьба с коррупцией, основы, корни, проблем иностранцы они временщики, они не устранят. Поэтому если бы президент все-таки привлекал таких менеджеров, как Виктор Владимирович, который в свое время показал эффективность и Украина была стабильна и все-таки в острых ситуациях тогда не было крови и была смена власти мирная достаточно, но, к сожалению, реформ не проводилась. А сейчас нехватка специалистов, не только экономистов, финансистов, потому что надо менять изменения должны быть во всех направлениях и отраслях народного хозяйства и политической системы, административной системы. Нет команды. И если команда украинского выбора сможет внести свою лепту в новое государственное строительство, то будет результат. Как можно внести эту новую лепту? Это зависит от многих факторов. Это и воля президента, политическая воля президента, это и желание команды украинского выбора участвовать в этих изменениях в государстве. Программа есть, манифест есть, надо действовать и согласно того, что Виктор Владимирович уже расписал много лет назад, оно должно претворяться в жизни. Только манифест движения привлек вас стать участником команды Ленинча? почитал книгу господина Медведчика, там очень интересный подбор материалов, которые, к сожалению, это не публицистика, это не популярные какие-то издания, это научный труд, но, к сожалению, надо специалисты, которые претворят эти идеи и эти начертания в жизни. Я думаю, что команда Виктора Медведчука воплотит это все в жизни. Хотелось бы узнать о ваших планах на будущее, чем планируете заниматься и как воплощать создание гражданского общества и не только. Ну, мы собираемся не опускать руки, это первое. Второе, поддерживать господина Медведчука, в том тяжелом труде, который он взвалил на себя, просто как человек, не государственный служащий, вызвался решать такие колоссальные проблемы, которые государство само не в состоянии в наше время решить. Это экономика, это военные действия на Донбассе, это проблемы Крыма, это очень много вопросов, которые все-таки этот человек благодаря своим личностным качествам все-таки может сделать и может решить. А кто будет рядом с ним, ну, это вопрос не ко мне. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, что такие участники команды, как вы, все-таки воплотят в жизнь все идеи. Спасибо вам большое, до новых встреч, всего хорошего, до свидания. До свидания.